о многострадальном стадионе на Крестовском острове, но не по тем проблемам, о которых мы с вами много раз говорили. Это неимоверное удорожание, затягивание строительства и так далее, и так далее. Хотел бы поговорить о будущем или о названии будущего стадиона. Сейчас на юге страны разворачиваются огромные спортивные события. Олимпиада в Сочи. Мы гордимся победами, уже совершенными, будущими наших спортсменов. На этом держится сила, воля, дух нашей нации, нашей страны. И названия спортивных объектов, они тоже как живые люди. Они требуют к себе дополнительного внимания и бережного отношения. Стадион на Крестовском острове принимал Олимпиаду 80-го года. Стадион Кирова принимал Универсиаду в 94-м году. Все ленинградцы привыкли к мысли о том, что у нас на Крестовском есть стадион Кирова. Сейчас различные направления в этом вопросе периодически превалируют. Кто-то хочет, чтобы увековечили имя Газпрома на нашем Крестовском острове. Кто-то еще предлагает варианты. Наш вариант следующий. И с этим мы обращаемся к губернатору. Пусть будет название «Зенита». «Зенит» – наша футбольная команда. Мы с большим трепетом всегда болеем. И переживаем, болеем и стараемся помочь в победах. И переживаем, когда надо проглотить горечь поражения. Так вот, арена, футбольная арена «Зенит» имени Сергея Мироновича Кирова. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, Вишневский вопрос. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. У меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Проект постановления внесен почти два года назад. Вот что сейчас такого случилось, что вы с очень необходимым к нему вернуться? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, самоизвестно ли вам что-нибудь о том, какое отношение имел тот политический лидер, имя которого вы хотите вернуть стадиону к футболу? Время рассмотрения сегодня этого вопроса продиктовано тем, что неимоверно, я об этом уже сказал, неимоверно затягивается и затянулось уже строительство и ввод в эксплуатации данного объекта. Мы с этим вопросом обращались еще в бытность руководителем нашей исполнительной власти в городе Валентина Ивановна Матвиенко к топонимической комиссии, то есть по всем инстанциям. Сейчас, когда нам объявили, я, как и все сидящие в зале, прочитал, что вроде бы в 16-м году стадион будет, тем более исполняется в этот год, в 16-й, 140 лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова. Это тоже дань уважения, почитание традиций и любовь к истории. Вот все эти составляющие побуждают меня говорить сегодня об этом с этой высокой трибуны, невзирая на то, отвечаю на ваш вопрос, что Сергей Миронович не смог по естественным причинам сыграть хотя бы один матч на этом стадионе. Спасибо. Василий, пожалуйста. Владимир Владимирович, а вы в курсе того, что «Зенит» отказался играть на этом стадионе и собирается построить стадион в Купчино на 35 тысяч мест? Андрей Валентинович, это вопросы уже другого порядка. Руководство «Зенита» скорее всего на этот счет имеет какие-то свои планы. Но ни один спортсмен, ни один футболист, а мы говорим сейчас о футболе, не откажется сыграть на прекрасном стадионе. И как бы сейчас какие заявления ни были, если этот стадион будет отвечать всем требованиям, а для футболиста нужен прекрасный газон, хорошее поле, удобное для игры, с большим удовольствием будет и «Зенит» там играть, невзирая на сегодняшние заявления. Спасибо. Больше вопросов нет, коллеги, да? Владимир Владимирович, присаживайтесь, записайтесь для выступления. Борис Владимирович, пожалуйста.